Добрый день, с вами Евгений Пироваров, канал на природе, и я нахожусь возле этого УАЗика, автодома, на базе УАЗ Буханка. Это автомобиль хорошо известен зрителям моего канала, но, к сожалению, так складывается жизненная ситуация, что мне приходится его продавать. Утепление, здесь, вот если обратили внимание, стекла, двойные стеклопакеты, везде по кругу, значит, утепление потолка, на потолке это потолочные панели, везде вначале идет напыляемый утеплитель, по кругу. Поверх него здесь панели, снизу на полу и на стенах фанера, вот, то есть, в принципе, достаточно теплая получается вещь. Зимой проверял, дельта при 900 ваттном обогреве, дельта относительно улицы 25 градусов держится. На борту у нас имеется санузел с душевой совмещенный, стоит биотуалет, пожалуйста, сверху стоит душевая аллейка, горячая холодная вода имеется. Вот здесь, собственно, слив, но он сделан вот в виде таком вот, в виде пробки такой, да, для слива, если что, она закрывается и никакая, холод никакой сюда не проходит. Ну, тут шторка, чтобы вода не заливалась, тут понятно, вот, шторки везде на окнах также, вот, и там, и здесь, ну, там водонепроницаемые, а здесь у нас обыкновенные шторки идут. Вот это вот у нас получается такой санузел. Раковина, вода здесь, ну, единственное, что здесь у нас кран такой вот импровизированный, но, тем не менее, вот у нас есть кран, закрыл, открыл, вот, вот, включать, выключать воду, включил, выключил насос, стоит гидробак, раз, включился насос. Вот, слив также идет вниз, также вот она закрыта такой чопиком пробкой, пробка ставлена на место, здесь все герметизировано, сделано. Значит, здесь у нас стоит аккумулятор, второй салонный, который отдельно может включаться на зарядку, электрооборудование, сейчас включаю электросистему, вот у нас показывает, сколько сейчас на борту, сколько в аккумуляторе у нас заряда, 12,7 вольт, но, в принципе, вполне себе нормально. Так, вот у нас и градусник, эта система у нас аварийная, индикатор, если вдруг COCH завысит, она заорет, но это уже, как бы, так, перебор. Вот, значит, освещение, освещение светодиодными лентами сделано здесь и сделано там же внутри, также можно сейчас посмотреть, вот, в душевой также есть освещение, в душевой отдельное. Вот, это у нас освещение. Значит, дальше, здесь у нас внутри гидробак стоит, сейчас с той стороны покажу, здесь температура воды, которая будет в гидробаке, вот, и она задается, восстанавливается, и тены, включение тенов, значит, на нагрев, один тен, второй тен, третий тен включаются, и здесь же автомат на 220 вольт приходящий. Что касается 220 вольт, то инвертор в машине не предусмотрен, можно поставить, конечно, дополнительно, но не обязательно, он слишком быстро будет расходовать аккумуляторы, вот, на длительных стоянках, когда нужно будет, действительно, мощное электричество, то есть, это, прежде всего, там, активное использование воды или обогрева, это внешний генератор. Поставил его бензиновый генератор метров за 15 от машины, запустил его, он всю ночь тарахтит, здесь от него работает ветерок, нагревается вода, все прекрасно, все замечательно. Ну, и от него же также и внутренняя часть проводки, которая на 220 вольт, вот, например, за моей спиной розетка на 220 вольт, выключатель, это вот эта вот лампа у нас 220 вольт будет, и, в результате, все у нас, как бы, вот, будет от внешнего генератора. На борту имеется раскладной столик, вот здесь, при, сейчас, такелажная лента приделан к стеклу, здесь канистры, они, если нужны, хорошо, они, как бы, есть, если нет, их можно убрать. Столик можно вынести, как по центру здесь поставить, когда нужно будет, так или на улицу куда-то, а канистры туда в качестве стульев, пока не вот эти две, на них можно сидеть, да, вот, значит, так, в принципе, здесь, ну, вот, сидушки, это вот эти вот места, да, я еще только что сидел, да, это колесные арки прикрыты, есть вот такой вот столик, да, ну, не столик, а шкафчик-столик, здесь сверху будет плита стоять, она раз, убралась сюда плита, сюда же продукты, вниз, туда, там, можно спальник положить, вот, это такой вот у нас рундук, значит, закрывающийся, все, здесь сверху можно готовить, если что, поставил плитку газовую, здесь и работаешь с ней спокойно. Здесь у нас есть антикомаринная накидка, которую можно разложить, она вот здесь на липучках сделана по периметру, вот так вот везде, закрывается вся дверь, и можно спокойно при открытой двери, например, ночевать, вот здесь заствор такой вот, поставил, и спокойно, дверь не откроется, не закроется, всю ночь идет воздух, а комары не летят, если эту штуку использовать. Ну, сзади тут у нас такие вот рундуки сбоку, здесь инструменты, лебедка там, он стоит в углу, видно, вон там, в кого она замаскировалась, сверху рычажная лебедка, инструмент, здесь еще ящик с инструментом внизу должен стоять, сейчас, но просто в другой машине, короче, все инструменты здесь, и здесь экстренный, на всякий случай обогреватель газовый, мини-африка. Вот, с этой стороны у нас гидробак на 60 литров стоит, система от компьютерного блока питания нагрева воды как раз, здесь же, там внутри в нем встроенный насос, здесь веревка там лежит, и там же где-то, вон он, ветерок лежит, это 900-водная нагреватель для зимы. Ну, а спальное место, соответственно, здесь на полу, то есть вытащил пенку, вытащил спальник, разложил, и можно ночевать, в принципе. Ну, и когда днем это не нужно убрал, собрал, здесь жилой модуль, а когда на ночь разложился, спишь комфортно, совершенно спокойно. Ну, кабина уазик как уазик, тут ничего особенного не сделано, ну, электрооборудование, там, для дальних поездок, там, рация, бортовой компьютер, вот, навигатор офлайн, дополнительно к телефонным, но этим, в принципе, никого не удивить. Здесь же есть сзади, если посмотреть за спинкой сидения, переключатель, вот сейчас его видно, не видно, не знаю, вот такой переключатель у нас вот здесь, это электричество, включил, выключил, мы между аккумулятором внешним и внутренним, то есть можно включить, чтобы работал этот аккумулятор, который вот здесь находится, вот за сидением, либо аккумулятор, который в салоне, ну, и, соответственно, можно подзаряжать, как бы, а потом на стоянке это отключил, и таким образом аккумулятор машины не сядет, даже если мы разрядим случайно аккумулятор в салоне, все равно можно будет потом сесть, повернуть ключ и поехать. Также есть какие-то переделки, ну вот установлен, допустим, такой вот регулятор холостого хода в виде крана, вместо электронного, который постоянно компостирует мозги. Отопление модернизировано, греет хорошо и правую, и левую ногу, все в порядке у водителя, у пассажира. Катушки зажигания перенесены с нагревающегося места сверху двигателя, сбоку, где они обдуваются и не перегреваются даже в самых серьезных пробках. Предохранители заменены на современные плавки, что гораздо более универсальнее и удобнее, чем использование штатных и уже редких в продаже предохранителей. В дальней дороге на этой машине не устаешь. Ездил многократно из Москвы в Себеш и обратно, это больше 600 км в один конец. Все прекрасно, никакой усталости, 10 часов в пути, все нормально, в общем-то, жаловаться не на что, ну сиденья, правда, стоят не штатные, а еще от предыдущего владельца достались от какой-то другой машины. Но в целом я на трассе этим УАЗиком очень доволен. Серьезного бездорожья, конечно, эта машина не видела, но умеренное бездорожье, проехать на рыбалку туда, куда нельзя заехать на обычной машине и жить там со всеми комфортными условиями, поскольку это автодом, это, конечно, да. Плюс зимой снег вообще можно не расчищать, заезжая на дачу, например, вообще без проблем. Так что, конечно, в данном случае УАЗик, он вне конкуренции, мало какая из машин может с ним сравниться по проходимости. Но кроме этого, поскольку лежачье место снизу расположено, диванами не забито полезное пространство, то данную машину можно использовать и как легкий грузовик. Например, дрова перевезти на дачу осенью или перевезти в холодильник или стиральную машину. Проблем никаких не возникнет. Состояние кузова у машины очень даже достойное, особенно для УАЗика. Но вот самая серьезная вещь, это вот этот вот огнивший бортик сзади. Было еще от предыдущего владельца, ни на что он не влияет, в общем, чисто декоративный элемент. Более-менее серьезная, относительно серьезная, очаг вот есть сбоку сзади, но тоже нет сквозных каких бы то ни было дыр, и это все находится ниже линии утепления. Сам борт очень в хорошем состоянии, очагов коррозии, ну, очень мало, практически нет. Вот внизу там одна точка, и вот дальше, чуть от этой точки по линии, вот здесь вот такой вот, чуть ниже уличка бензобака. Двери вполне себе в хорошем состоянии, пороги чуть-чуть подернуты ржавчими, совсем немножко на уровне УАЗика, это нормально, ничего не сквозного, ни какого-то криминала тут, в общем-то, нет абсолютно. Вот смотрим дальше кузов, ну, вполне себе нормальное состояние, видите, сами чуть-чуть где-то рыжики на забрали, находятся. Ну, не более того, другой борт еще в более лучшем состоянии, вот можете видеть, да, то есть, тут даже жучков-то особо никаких нету нигде. Все достаточно хорошо, чуть-чуть там вокруг бензобака, еле-еле намеки. Вот, если мы посмотрим чуть дальше, то здесь у нас один-единственный рыжик вон есть внизу, с этой стороны. Ну, и в двери, правая задняя дверь, тут немножко есть подержабленное место. Теперь кратко расскажу про плюсы и минус автомобиля, скажу честно, плюсы мне не стыдно их говорить, за машину не стыдно, все действительно так и есть. Минусы я, как честный человек, скажу вам сразу, если вдруг вы из другого региона и думаете, что купить или не купить, вот, и что вас ожидает, когда вы приедете, я сейчас все расскажу, и никаких дополнительных минусов вы тоже не увидите, все честно будет сказано. Итак, поехали. Ну, основной плюс, это полноценный автодом на шасси 4х4 на базе УАЗика, очень хорошая проходимость, вот, утепленный автодом с хорошим утеплением, тут все ясно, все понятно. Состояние кузова очень хорошее, есть небольшие рыжики, но именно небольшие. Сквозной коррозии и сильных очагов коррозии нет, машина в очень достойном состоянии, особенно для УАЗика. Дно и рама в идеальном состоянии, рама обработана хорошей антикоррозийкой, вот, в этом плане все очень хорошо. Мотор 421 инжекторный, сотка так называемая, объемом 3 литра, самый лучший мотор для УАЗика, поскольку его тяга на низах, как у дизеля. Ресурс мотора очень большой, он ходит по 350, у кого-то по 400 тысяч километров, а сейчас родной пробег у этой машины 146 километров. Так что ресурсов в моторе очень много, мотор масло не ест, от замены до замены меняю каждые 7 тысяч километров, лью чистую синтетику. Много чего нового, новый генератор, новый аккумулятор, новая ДМРВ, новые катушки зажигания, новый бензонасос. Вся электрика, кроме только проводки к задним фарам, все остальное новое, электрику меняли профессионалы в гараже 4х4, остальное я все сам делал, менял, вот, электрику делали ребятам под заказ. Вот, в этом плане очень хорошее состояние у машины. На борту есть дополнительных устройств, CB радиостанция, связь с дальнобойщиками и со спасателем в случае, не дай бог, какой-то необходимости. Навигатор Garmin, не китайское что-то, а родной настоящий Garmin. Бортовой компьютер Multitronics, единственное, что там на компьютер контакт отходит, то есть он работал все нормально и хорошо, потом временами стало пропадать свет, сейчас пропало окончательно. Но дело именно в контакте, на другую машину, я товарищу давал проверить машину, переставить, все на другой машине работает, дело именно в контакте. Просто уже в лом было лезть и разбираться, но я думаю, что, как говорится, время будет в теплую погоду, спокойно разберетесь с этим. Масло из мостов коробок фактически не уходит, передний мост вообще не подливаю, задний мост подливаю 50 грамм в год, коробку вообще не подливаю, раздатку подливаю 100 грамм в год, заливаю хорошую булосинтетику масла. То есть здесь все хорошо и замечательно. Резина штатная, но в хорошем состоянии, всесезонка, то есть да, может быть по проходимости внедорожная резина была бы лучше, но она сильно дороже, плюс там вам менять, если на зиму, на лето. А здесь у вас хороший комплект, который не потребует ежегодно туда-сюда перекидывать и платить за шиномонтаж. Мне эта резина хватает за глаза, снег на дачу зимой, когда заезжаю на дачу, приезжаю на Новый год, вообще не чищу. Заезжаю как есть и спокойно выезжаю. Проходимости хватает с запасом, все-таки это УАЗик. Каких-то люфтов нет, шкварня живая абсолютно, колеса не люфтят, все нормально. На лобовом трещин, сколов нет. Юридически машина чистая, без запретов, без штрафов, по запросу скину вин, можете проверить, сами в этом убедиться. Состояние сел и поехал. Это касательно плюсов. Теперь мы говорим про минусы. Ну, основной минус это то, что еще летом загудел выжимной. Ну, гудит не сильно. По опыту могу сказать, что гудеть он еще пару лет может, прежде чем сломается. Да и, в общем-то, выжимной стоит очень недорого. Вопрос просто, что нужно время, теплое время суток или теплая гора, чтобы его перекинуть. Но так, не критичная проблема. Ржавчина, как уже говорил, но небольшая. Только небольшие маленькие рыжики, ничего сквозного. Машину, когда разбирал, делал из нее автодом, снимал все до металла. Внутри состояние тоже очень достойное, без каких-то серьезных очагов коррозии. Буквально вот осенью подзабилась тавотница правого шкварня. Ну, то ли тавотница, то ли канал плохо проходит масло, когда шпринцую именно в правой шкварне. Надо пробивать на высоком давлении. У меня такого аппарата нет. Разбирать все это дело ради пробивки канала как-то не хотелось. Вот, поэтому это не делал. Но это только-только вот подзабилось. Сама шкварня при этом в хорошем состоянии. На заднем стеклопакете, сзади, имеется небольшая трещина на внутреннем стеклопакете в стекле. Она ни на что не влияет. Летом заделывается за 2 минуты герметиком. Просто зимой в холод ее заделать нельзя. В санузле отделка пока временная. Вот, пленкой, ну, душевой я, честно говоря, не пользовался. Для санузла этого хватает. Все-таки мой совет, если решите пользоваться активно душевой, лучше пленку содрать и покрасить жидкой резиной. Ну, это, в общем-то, на окраску уйдет час. Через сутки она засохнет и можете пользоваться. Просто это будет 100% гарантия, что вода не попадет куда-то в ненужное место и ничего-то не начнет гнить. Но, в принципе, и как есть, тоже пользоваться можно. Вот, в кабине есть проблемы со стеклоподъемниками. И с водительской и с пассажирской стороны, к сожалению, послезали троса, которые на ручку натянуты. А мне с моими лапами медвежьими туда подлезть, ну, в общем, не получается их нормально поставить. Поэтому с водительской стороны стекло открывается полностью, но за трос, который я выдернул наружу, просто за него тянете и открываете. С пассажирской стороны открывается нормальной ручкой, но на треть от общего объема. То есть полностью вы его открыть не сможете. Но при желании, опять же, это переделывается, да и это особо не мешает. Ручник не держит. Ну, в общем-то, это беда у азиков. Я, честно, не встречал у азиков, где нормально работает ручник. Подтягиваешь его, там, на какой-то время хватает, потом опять перестает держать. Ну, и вот буквально, там, пару недель назад, в время крайнего выезда, вылезла ошибка ДПКВ. Машина при этом ехала прекрасно, но ошибка высвечивалась. Причина была очень проста. Сверху с патрунга силиконового, там хомут был плохо затянут, подкапывал антифриз и попадал аккуратно на этот самый датчик. Ну, хомут и затянул, утечки сейчас там никакой нет. После этого не выезжал, не проверял, там, что с датчиком. Но, как бы, скорее всего, все нормально, даже если его надо поменять, то стоит вот дешевле тысячи рублей, крепится на одном винте, в хорошем доступе, меняется за пять минут. То есть, это не проблема. Я просто уже, поскольку честно рассказываю обо всех недостатках, упомянул и этот. Вот, собственно, и все. Каких-то других дополнительных недостатков вы в этой машине не найдете, даже когда приедете и будете ее смотреть. Поэтому, вот, рассказал максимально, как вы сказали, как на духу, все, что с машиной есть. Ну, вот, такие возможности имеет данная машина. А дальше я немножко расскажу о том, как я делал этот автодом шаг за шагом. Попробую это сделать более или менее кратко. Сразу скажу, что у меня на эту работу ушел год. Притом, и выходные я это делал, и уезжал по неделе на дачу там возился, делал. В общем-то, в эту машину вложено очень много и сил, и средств, и души. В процессе создания автодома салон разбирался полностью. Все выкидывалось, и все разбиралось прямо до металла. Надо сказать, что состояние, кстати, салона изнутри очень даже хорошее. Никакой критичной коррозии. Местами только слегка кричневатые были места. Вот, там, еле-еле, ничего сквозного. И все это было обработано, закрашено специальной краской с преобразовательной обжавщины. То есть, перед утеплением днище было подготовлено. Стеклопакеты ставились двойные. Ставилось второе стекло на все стекла по кругу, чтобы дополнительно держать тепло в салоне. Снизу ставились бортики, прикручивались деревянные, чтобы на них потом вставала фанера. Под них утеплитель. Фанера держится на бортиках, а не на утеплителе. Утеплитель напыляемый, полинор, проникающий в скрытые полости. Все скрытые полости обработаны полностью. То есть, и основной салон обработан, и скрытые полости. Специально использовался состав, который гироскопичен, влагу не накапливает, который используется в домах. Дорого, но эффективно. Дальше серебрянкой все укладывалось поверх этого утеплителя, которая была и гидроизоляцией, и теплоизоляцией дополнительной. Так везде, со всех сторон делалось именно так. И двери в том числе, и задние, и боковая дверь. Все утеплялось по кругу, никаких пустых мест не оставалось, никаких необработных мест нет. Колесные арки также серебрянка. После этого внутрь еще засыпались обрезки от напыляемого утеплителя для пущей теплоты. Дальше все обшивалось фанерой полностью, везде по бокам и снизу фанера идет. Значит, покраска была в три слоя, три слоя краски. Грунт и два слоя чистой окраски везде. Крыша тоже серебрянка по напылению, и сверху стены и панели пластиковые идут здесь. После того, как все это было завершено, решили провести натурный эксперимент на тепло. Я оставил на ночь, чтобы краска до конца высохла, там ветерок на 900 Вт. Это штатный ветерок, который будет использоваться, нагреватель на стоянках автомобиля. Поэтому сейчас мы сможем оценить, насколько там будет теплее. Для начала посмотрим на температуру на улице. Вот, так точно видно. Хорошо видно, минус 7 градусов у нас температура, видите, на улице. Сейчас идем в машину смотреть. Чтобы видели, что нет никакого подвоха, вот я сейчас ее открываю, градусник там лежит справа. Сразу же на него посмотрим. Градусник на градуснике, 18 градусов. Вот, 18, да, 18 градусов по Цельсию на градуснике. Ну, таким образом, 7, 18, 25 градусов Дельта вполне себе. Гидрологические коммуникации проложены под постоянным углом в машине, чтобы вода не застаивалась. Ее не надо как-то специально прокачивать, но самотеком из них выходит, ничего не замерзает, не оберзает. Было закуплено достаточно много всяких деталей, из которых собирались уже модули для автодома. Собиралось что-то в домашних условиях, потом уже устанавливалось в машину. Ну, в данном случае, видите, модуль на электрику 12 Вольт, управляющий модуль. Вот, в принципе, он так собирается, потом уже ставился в машину. Устанавливаем дополнительные переключатели для аккумулятора в салон. Дальше собиралось и тестировалось в процессе сборки все оборудование. В том числе, вот и освещение тестировалось. И вот ночью, вы можете видеть кадры, достаточно вполне света, все очень ярко, все хорошо. Блок электрики на 220 Вольт также собирался, устанавливался. Блок питания используется мощный, с другой стороны, вот видите, компьютерный, через реле к ТЭНам нагрева воды будет идти. Вот это уже стойка стоит в машине, системы управления. И розетки на 220 Вольт, и нагревателем. Собственно, сами розетки на 220 Вольт проставлены, и уже установлено освещение. Вот гидробак на 60 литров, который будет стоять в машине. К нему трюмный насос яхтенный от 12 Вольт, который создает достаточно хорошее давление воды в системе. ТЭНы у нас на 12 Вольт используются для нагрева воды. Через адаптеры от компьютера специальный уходил от 220 Вольт и воды, чтобы никакого контакта не было, чтобы это было безопасно. 12 Вольт это безопасно. Вот проверка насоса. У нас вот рабочая струя идет, идет возвратка, чтобы насос не пригрелся при отключении вдруг крана. Все работает прекрасно. Проверено до установки еще на машину. ТЭНы. Также вот такой модуль ТЭНов, который ставится в гидробак внутри на площадку. Вот можете видеть, как это выглядит вместе с насосом и с ТЭНами уже непосредственно в гидробаке. И все остается только все это дело поставить, интегрировать в автодом. Гидробак установлен. Собственно говоря, вот он так выглядит. Келажные ленты он крепится ими, чтобы никуда не лозить, не ездить. Все подключено. Проводка, подводка гибкая подключена под постоянным углом. Все, чтобы вода стекала. Здесь не оставалось. Вот у нас, собственно говоря, кран аварийного сброса. То есть его, это когда вода остается, открыл кран, вода стекла, кран закрыл. Ну, а когда нужно, подается электрическим насосом по системе воды уже в машине. Далее гидробак был утеплен дополнительно, чтобы если воду нагревать, температура держалась. Ну и после этого пошла мебелировка. Уже вся мебель интегрирована в кузов автодома. Действительно, все интегрировано в автодом. Здесь все собирается внутри каркаса. Собирались вундуки, гидроузел, гидробак. Все, в общем, потихонечку приводилось в порядок. Вообще, в этом видео короткая нарезка о том, как это делалось. Реально на канале существует три отдельных видео. И по утеплению, и по коммуникациям, и по мебелировке. Если у вас есть желание, то можете спросить, написать. Я вам ссылки на те длинные видео дам. Здесь же так коротко, чтобы потенциальный покупатель этого автодома, мог хотя бы примерно понять, как эта машина делалась, что в нее вкладывалось, спрещу, сколько сил в нее было вложено. И имейте в виду, вы можете стать владельцем этого автодома. Ну, таким образом, вы могли ознакомиться и с возможностями автодома, и с его созданием. Теперь несколько слов о цене. Сразу скажу, из чего формируется цена данной машины. Себестоимость проекта в ценах на январь 2022 года, то есть до кризиса, составила 500 тысяч рублей. То есть, это себестоимость. Если бы я ее делал на продажу, естественно, мне надо было собрать какую-то свою маржу, я бы еще бы добавил бы что-то. Но мы исходим даже от себестоимости. Допустим, если бы я продавал сегодня на себестоимость, сейчас цены на рынке автомобилей поднялись в два раза. То есть, справедливая рыночная цена этой машины, минимум миллион рублей. Я ее продаю дешевле этой цены. Ради интереса можете посмотреть, сколько же могут стоить автодома подобных комплектаций. В общем-то, на самом деле, предложений немного, но иногда они проскальзывают на том же Авито. При этом имейте в виду, это автодом на шасси хорошей проходимости, полноприводный автомобиль с хорошей проходимостью, на котором вы можете заехать куда угодно в глушь и спокойно, с комфортом там жить, допустим, на рыбалке. То есть, это полный привод у нас, это утепленный автодом. Не просто поставили диванчик, а хорошо утеплили, то есть, можно в холода в этой машине находиться. И при этом это легковая категория прав, категория B. То есть, это не шишига, допустим, которая, в принципе, может быть и лучше, действительно она лучше, но она требует грузовых прав. А здесь вы с обычной правой на легковой машине можете ездить на данном автомобиле. Поэтому, вот посмотрите, такие вещи, честно говоря, не часто они появляются, но за последнее время я видел только одно предложение на том же Авито, и оно уже исчезло, скорее всего, машину выкупили. Там была газелька полноприводная, она по проходимости чуть хуже, чем УАЗик, но ее плюс, что она выше УАЗика, на ней можно было полный рост стоять. Но проект был недоделан, там до конца не завершена мобилировка, и не проведена внутренняя покраска. Там только были собраны коммуникации, и эта машина продавала за полтора миллиона рублей. Вот, и еще ориентир. У меня мой хороший товарищ, коллега, который УАЗовод, у него самого три УАЗика, Буханка и два Козлика, вот, и он крутится, соответственно, в среде УАЗоводов, и регулятор выезжает на серьезные внедорожные покатушки. Мою машину он знает очень хорошо, потому что в экспедиции мы с ним вместе работали, и он ее, как УАЗовод уже интересно, он ее излазил вдоль и поперек, вот, и он ее водил, ездил на ней, смотрел как и что, и он сказал, что цена шасси, только шасси, без учета того, что это автодом, вот в таком варианте, как он есть, на постоянный сейчас, цена шасси 600 тысяч рублей. Вот, но понятно, что автодом по цене шасси я продавать не буду. Вот, я, естественно, учитываю, что это автодом. Поэтому выставленная цена совершенно справедлива, вот, и да, есть торг, но торг разумный, в разумных пределах. Если вас заинтересовало данное предложение, то, во-первых, можете написать мне на e-mail, если вы смотрите просто это видео только на канале, то, соответственно, у вас нету там контактов, телефонов и так далее, я не хочу в открытый доступ телефон здесь публиковать. Есть e-mail, который вы сейчас можете видеть внизу экрана, или он же есть в описании под этим видео, и, соответственно, вы можете написать мне на e-mail, в ответ пришлю уже телефон, пообщаемся, поговорим, все обсудим. Если вы смотрите это видео по переходу с торговых площадок, с Авито или с Дрома, тогда там есть и мой телефон, можете позвонить, и есть возможность отправить мне сообщение, все обсудим, поговорим. Вот, я максимально подробно попытался рассказать все на случай, если люди из других регионов заинтересуются, которые не могут приехать и вживую посмотреть просто машину, а если поедут, то уже сразу покупать. Вот, поэтому я честный человек, все рассказал честно, как есть плюсы и минусы, машины все обозначил. Поэтому, если вас интересует этот вариант, то буду ждать ваших предложений о покупке. Ну, а с вами был Евгений Пивовар, всем удачи, до встречи на природе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова